МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпает. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Государственный кэшбэк. Как оформить налоговый вычет? Получить пенсию станет легче. С 1 января упростят порядок оформления и получения полагающихся выплат. ВИВАТ России в ДДТ прошел фестиваль солдатской песни. Далее расскажем обо всем подробно. Есть много расходов, часть которых можно вернуть благодаря налоговому вычету. Сюда входят траты на приобретение недвижимости, обучение, лечение. Как оформить налоговый вычет? Когда деньги поступят на счет налогоплательщика, а также кому положены и как предоставляются социальные вычеты? Расскажем далее. Налоговый вычет – это возврат налога на доходы физических лиц. Оформить налоговый вычет могут только граждане с официальным местом работы, которые уплачивает подоходный налог в размере 13%. Возврат можно оформить при расходах на покупку недвижимости, образования или лечения. Налогоплательщики имеют право заявить имущественный вычет. Этот вычет предоставляется, когда физическое лицо приобретает жилье, квартиру, комнату или жилой дом. Также имеют право на получение социальных вычетов. Социальные вычеты предоставляются в том случае, когда человек потратил деньги на лечение или образование для себя или детей. Проверка налоговой декларации проходит в течение трех месяцев. После этого деньги поступают на счет налогоплательщика. Также нужно помнить, что возврат налога на имущество можно использовать один раз в жизни. Нужно приготовить пакет документов. Это документы, подтверждающие расходы понесенные. И предоставить в инспекцию налоговую декларацию по форме 3НДФЛ. Можно обратиться лично, предоставив документы и декларацию, а также отправить декларацию через личный кабинет налогоплательщиков. По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону 3-48-37 или по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22. Светлана Ярунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Для некоторых категорий пенсионеров упростится порядок оформления и получения полагающихся выплат с 1 января 2022 года. Перечень беззаявительных действий расширяется согласно положениям федерального закона. «Беззаявительно будут назначать пенсии по инвалидности и социальные доплаты. Прежде всего, это значит, что пенсионеру не нужно будет вычитывать в нормативных актах, на какие доплаты и надбавки он может претендовать», рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Более того, сотрудники органов служб занятости обязаны будут сами внести предложение по назначению досрочных пенсий, пояснил он. Так, лицам, достигшим 80 лет, которые получают страховую пенсию по потере кормильца, только на основании имеющихся данных будут выбирать более выгодный вариант пенсионного обеспечения, а именно страховую пенсию по случаю потери кормильца или по старости. Кроме того, при выезде за пределы сельской местности будут сохранять повышенную выплату неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты к пенсии за 30 лет работы в сельском хозяйстве. С 1 января будущего года органы пенсионного фонда раз в три года будут обязаны информировать мужчин, достигших возраста 45 лет, и женщин, достигших 40 лет, которые не получают какую-либо пенсию, о предполагаемом размере страховой пенсии по старости через личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, либо по личному обращению в органы ПФР. Детский технопарк «Кванториум Саров» объявляет набор школьников с 10 до 17 лет на бесплатное обучение. Ребятам предлагают на выбор 6 инженерно-технических направлений и 4 дополнительных модуля. Записаться можно на сервисе «Навигатор дополнительного образования». По вопросам звоните по номеру 7-910-875-2054. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Сладкие новогодние подарки для маленьких саровчан в возрасте от 1 года, которые не посещают детские сады, можно будет получить с 20 по 30 декабря. Для получения подарка при себе необходимо иметь паспорт одного из родителей или законных представителей, а также свидетельство о рождении ребенка. В случае, если фамилии ребенка нет в списках, следует предоставить справку от педиатра о том, что ребенок не посещает детский сад. Подарки будут выдавать с 13 до 19 часов в Клубе «Мечта» по адресу улица Московская, 40А и в Молодежном центре по адресу улица Куйбышева, 19, дробь 1. Стартовал второй всероссийский диктант по энергосбережению в сфере ЖКХ «Е-Диктант». Его цель – популяризация знаний по энергосбережению в сфере ЖКХ и стимулирование повышения интереса к этой теме у населения. Принять участие в диктанте может любой желающий в возрасте от 12 лет. По результатам мероприятия в каждом федеральном округе будут определены победители, которые получат дипломы и ценные призы. Диктант проходит в период с 18 ноября по 11 декабря 2021 года в онлайн-формате на официальном сайте energydict.ru. В канун Дня неизвестного солдата и Дня героев Отечества во Дворце детского творчества выступили самые поющие и активные молодые сравчане. 20-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия» стал одним из ключевых событий, посвященных 25-летию Городского союза старшеклассников «Статус». Подробности далее. Военнослужащий Саровской дивизии Росгвардии Александр Крылов наравне с другими участниками вышел на сцену, чтобы спеть песни о мире и войне, о службе и долге. 20-й фестиваль солдатской песни «Виват Россия» символично прошел в канун Дня неизвестного солдата и Дня героев Отечества. А приурочили концерт к 25-летию Городского союза старшеклассников «Статус». Именно Союз старшеклассников является когда-то инициатором, а сейчас организатором этого фестиваля. Старшеклассники выступают, старшеклассники ведут. И, собственно, это традиция, которая поддерживается в Союзе на протяжении 20 лет. В концерте участвовали ребята из школ города, а также Саровского физико-технического института и медицинского колледжа. Каждый из них спел свою историю о войне, любви, дружбе и солдатской жизни. Лиричные, задорные, серьезные. На сцене старшеклассники, как и сами песни, были разными. Патриотическое воспитание никто никогда не отменял. Сейчас его вообще ставят в углово-угла, поэтому это довольно важное, на мой взгляд, направление. И через музыку, через песню тоже идет воспитание. И еще какое. Ученица школы номер 5 Алина Тавторкина исполнила проникновенную песню «Молитва». В ней старшеклассница передала всю силу материнских чувств, боль и переживание матери за сына-солдата. Это песня из репертуара Людмилы Гурченко. Это песня о том, как мать вспоминает о своем сыне. Данную песню я пою уже на протяжении трех лет. Мы каждый год с объединением ездим на различные конкурсы. И я очень часто выступаю с данной песней и занимаю почетные места. После концерта наградили лауреатов фестиваля и вручили им памятные призы. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Ученики 10-й школы стали призерами республиканского кинофестиваля «Шуткар» в Ижевске. На суд жюри ребята представили игровой фильм «Ожившие воспоминания», посвященный ветеранам и детям войны. Подробности расскажем в следующем репортаже. Сначала старшеклассники школы номер 10 снимали видеоролик «Ожившие воспоминания» для совершенно другого конкурса. Потом они решили попробовать свои силы на республиканском кинофестивале «Шуткар» в Ижевске. Игровой фильм ребята и руководитель группы Екатерина Баранова посвятили ветеранам и детям войны. Содержание ролика состоит в следующем. Внук приглашает дедушку поучаствовать в школьной дискотеке. Дедушка отправляется туда, и на него нахлынут воспоминания о его молодости, о том, какие танцы были у них в юности, и как раз о встрече с бабушкой своей. И вот этот сюжет мы решили показать, как в 1945 году бабушка и дедушка повстречались, танцевали свой вальс победный. Над сюжетом, съемками и монтажом видео ребята работали сами. А танец поставила Арина Аркадьева, воспитанница танцевального коллектива «Задоринки» и исполнительница главной роли в фильме. Съемки видеоролика дались не без труда. Старшеклассники много репетировали и даже преодолевали холод во время танца в парке. Но все труды были не напрасны. На конкурсе группа взяла диплом третьей степени. Я принимал в массовке участие и был, ну, как сказать, танцором одним из трех. Репетировать было весело, занятно. Мы очень-очень долго репетировали вальс. Самое сложное, наверное, было то, что мы действительно не могли организовать свое время, а когда уже время стало подходить к концу, ну, мы стали не успевать, очень сильно торопиться, и все как-то накладывалось, приходилось откладывать свои дела, но все равно было очень весело. Всего на республиканский кинофестиваль «Шуткар» в Ижевске заявили 111 фильмов из 22 регионов России от 46 студий. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Вся жизнь Натальи Колповской связана с музыкой. На протяжении многих лет она принесла любовь к фортепиано и с ним связала свою судьбу и профессию. В новой передаче «Лица Сарова» Наталья Анатольевна расскажет о своем профессиональном пути и творческих достижениях. Подробности далее. Раньше Наталья Колповская работала в детской школе искусств номер 2, а потом в музыкальной школе имени Балакирева. Ее успехи в профессиональной сфере не остались незамеченными. И в 2013 году ей предложили должность директора в детской школе искусств. Наталья Анатольевна не любит стоять на месте и постоянно учится чему-то новому. Проходит курсы повышения квалификации, перенимает опыт у мастеров и постоянно совершенствуется в своем деле. Очень благодарна моему педагогическому коллективу, нашему педагогическому коллективу, потому что люди очень творческие, люди очень понятливые. Мы поддерживаем то, что было начато еще в 1975 году, когда эта школа только открылась. Все эти традиции, все эти направления стараемся поддерживать и приумножать. Еще ребенком Наталья Колповская сильно тянулась к музыке. Родителям даже не надо было заставлять дочку ходить в музыкальную школу, заучивать гаммы, сольфеджио и бесчисленные произведения. Девочка сама хотела учиться и делала это с большим успехом и энтузиазмом. Раньше все было, ну вот это вот обучение платное. И еще инструмент, который обязательно нужно было купить, стоил там порядка 600-700 рублей. Для того, чтобы заниматься, естественно, дома должен был быть инструмент. Поэтому было исключительно мое желание. Я просто мечтала фортепиано дома, мечтала учиться на этом музыкальном инструменте. Сама мама за руку отвела в музыкальную школу и, в принципе, связала жизнь с музыкой. Какой же он? Путь от преподавателя до директора школы искусств. Как Наталья Колповская шла к своим мечтам? И какие трудности нужно было для этого преодолевать? О себе Наталья Анатольевна расскажет сама в новом выпуске передачи «Лица Сарова». Смотрите эфир на канале 16 в воскресенье в 20.00. Светлана Юрунова, Кирилл Новикевич, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темные и светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». Сезон простуд в разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феере один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акации гипоаллергенен. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойные и каштановые помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает поднять иммунитет и восстановить силы. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек. Натуральные конфитюры из северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите. Медовая феерия работает в торговом центре «Галактика» со 2 по 5 декабря с 10 до 18 часов. Нет возможности прийти? Доставим. Телефон плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпаю. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!